Дело в том, что сейчас появились разногласия по Зенгезурскому коридору между Москвой и Тегераном. Вы, наверное, следите за этим спором. Это только спор из-за коридора или между Москвой и Тегераном более масштабные проблемы возникли? Да нет, я не думаю, что это спор между Москвой и Тегераном. Я думаю, что это в каком-то смысле спор между, если называть столицей, между Баку и Тегераном. Я думаю, что Тегеран, когда настаивает на том, что он по-прежнему выступает за неизменность нынешнего соотношения между сторонами, он там в Витеева, так говорит, сохранение нынешнего баланса сил, он имеет в виду, что границы Армении и Ирана, их нынешнему виду ничего не будет угрожать. То есть, там никто не сможет выйти на эти границы с третьей стороны. То есть, азербайджанское присутствие, скажем так, Иран на границе с Арменией не устраивает. Понятно. Никакого соглашения по мирному договору нет. Это говорил премьер-министр Армении вчера. А до этого не только Ереван и Баку говорили, что всего 2-3 пункта не согласовано. То есть, почти 80% договора готово. К чему такая турбулентность в заявлениях таких Баку и Ереван? — Хороший вопрос. У меня нет исчерпывающего ответа на него. Я думаю, что обе стороны хотят успеть до этого климатического саммита, который состоится в Баку в ноябре месяце, каким образом добиться политического или дипломатического успеха в этом нажиме, в этих манипуляциях, разногласиями, склонить больших игроков в свою сторону. Ну да, в конце концов, подвигнуть, в первую очередь, Азербайджан, подписать это соглашение с тем, чтобы на этом климатическом форуме выглядеть очень успешным и очень миролюбивым, так сказать, государством, которое сумело достичь успеха в переговорах с Арменией. Ну, в общем, там ведь, мне кажется, идет дело, то есть не идет, а в общей стороны, ну, практически готовы подписать хоть какое-то соглашение, так сказать, формализующее мирное существование, территориальную целостность и конкретную сегодняшнюю, так сказать, территориальную, так сказать, почти потому что нет территориальных претензий обеих сторон, и это было бы достаточно для того, чтобы как бы двигаться вперед в том числе и по проблемам этого так называемого коридора. Я думаю, что это довольно здравый подход, и если, так сказать, принципиальничать ни в одной из столиц не станут, этого можно было бы добиться. Ну, естественно, конечно, тут еще надо преодолеть, преодолеть некое, так сказать, явное или неявное сопротивление со стороны Москвы или там коллективного, снова говоря, Запада, да, которые хотят, каждый тянет в свою сторону вот эту, так сказать, способность стать главным игроком, который будет накрывать этот мирный стол, этот Гастархан. Аркадий, вы думаете, посредники, о ком вы говорили, следят за процессом или участвуют все-таки? Хороший тоже вопрос. Я не знаю этого. Я не знаю этого. В общем, я думаю, что отчасти участвуют. Да. Я думаю, что отчасти участвуют. Да, наверное, об этом говорят звонки Блинкена, Пашиняну и Алиеву. Но очень мало информации об этих звонках. Наверное. Я думаю, что здесь есть элемент давления. И этот элемент может, так сказать, привести к тому, что не Москва станет главным миротворцем. Я вообще бы считал, что здесь Москва имеет право, так сказать, быть одним из главных акторов в этом. Во-первых, в процессе. Во-вторых, имеет право быть, сохранить зону влияния на Южном Кавказе. И с этой точки зрения, конечно, было бы логично, чтобы и западники, и россияне одинаково были бы посредниками подписания. Иначе это, так сказать, дребедень будет день, ночь и день. Нужно нам определиться, нам нужно шашечки или ехать. Если шашечки, то, конечно, каждый будет миротворец тянуть в свою сторону. Если ехать, если нужен мир, хоть, может быть, промежуточный на 80% согласованных пунктов, то тогда нужно вести себя гораздо более прагматично. Если отдельно говорить об активности Блинкена в последнее время по этому вопросу, какую роль может играть американское посредничество? Ну, как какую роль? Я бы хотел, чтобы позитивную роль, позитивную роль. Я же никак могу вам конкретизировать. Он же не приезжает, так сказать, с тельсаком и не рубит, возможно, из компромиссов. Я еще... Это к тому, что выявить, где решается все-таки вопрос. Не знаю. Я не могу этого сказать. Понимаете, в Блинкена, на мой взгляд, сейчас должна просто трескаться голова, как у главного американского дипломата. То, что происходит... Вливание. То, что происходит в Ливане, то, что происходит в этой бурной дискуссии, так сказать, позволит ли англосаксы, украинцам применять длиннобойное оружие англосаксонского изготовления по глубине России. Знаете, это очень напряженное, так сказать, дипломатическое такое пространство, где, в общем, опять повторяю, буду циником, проблемы Южного Кавказа. Кавказы, конечно, отступают. Но оно занимается. В этом восхищение, могу так выразить, американской дипломатии, что они успевают следить и за вами, и за нами, и за ними. И за предвиборной кампанией. О, да. Вот, да. Давайте лучше это не трогать. Иначе сейчас, так сказать, польется разное. Да. У вас есть какая-либо симпатия? Вот как раз это именно я и хочу избежать. У меня есть только антипатии. Обои. Обои. Да. Что происходит в Ливане? А может, именно фронт переходит с газа в Ливан? Ну, можно, конечно, так считать, если соответствуют в действительности планы переброски одной из ключевых дивизий Сахава, из газа туда в Северный Израиль. По-моему, 98-я дивизия. То, да, соглашусь с вами. Но, вы понимаете, вот эти все потрясающие, так сказать, как говорят в разных некоторых столицах, это высокотехнологичное, кто-то симпатизирующий, так сказать, в Тесбале, говорит, это высокотехнологичный террористический акт, что само по себе очень забавно и выглядит даже, я бы сказал, завистливо. Вообще говоря, эта история, на мой взгляд, очень серьезное свидетельство того, что теперь вот эти террористы, в частном стихе из Баллада и, в общем, Хамас, целью которых постоянно было держать в нервозном, взвинченном состоянии, так сказать, Израиль, его граждан, чтобы они все время боялись, все время ждали, теперь это, что называется, ответкой, фидбэком вернулось, во всяком случае, Хизбале. Там теперь дрожать будут, так сказать, понимая, что... То есть взрывы технологических устройств может изменить ход войны, да? Психологический, так сказать, перелом. А во-вторых, главное, это превентивная атака, которая, возможно, лишает Хизбалу сопротивления организованного, потому что они лишаются средств связи, да? Это хаотическая, так сказать, ситуация для них. И вот в этом смысле это, да, это предвестие того, что израильтяне добьются того, я надеюсь, добьются того, что отодвинут, либо, вообще говоря, устранят угрозы Хизбаллы для северных городов Израиля. Мы должны помнить, что десятки тысяч израильтян уже много-много месяцев вынуждены покинуть свои жилища, свои дома на севере Израиля. Это становится уже просто привычным образом жизни. В этой ситуации я вас могу только сравнить с тем, с чего мы начали исход карабахских армян.